Сегодня день рождения отмечает старейшее печатное издание Нинецкого округа. 89 лет, любимая всеми жителями региона газета Нарьяна Вындер, или как ее по-домашнему называют читатели Нарьяшка, рассказывает о жизни округа, его жителях, победах и поражениях, печалях и радостях. О том, как отмечает день рождения газета, в материале Ольги Руссул. Вот. Ну, круто, я считаю. Так выглядела окружная газета Нарьяна Вындер в первые годы и десятилетия своей жизни. Здесь, в маленьком архиве, хранится редакционный раритет старинной подшивки Нарьянки. Справедливости ради, первый выпуск, тот самый, датированный 7 ноября 1929 года, в редакции не сохранился. Сохранились не все номера, не все годы газеты у нас в архиве, в нашем редакционном. И даже не все сохранилось в окружном краеведческом музее. Поэтому у нас есть человек, Ольга Тюренкова, которая периодически ездит в Ленинскую библиотеку. И мы уже давали несколько материалов. Статьи и очерки из первых выпусков Нарьянки – это один из проектов газеты, который редакция решила приурочить к своему 90-летию. Поэтому сегодняшняя дата – своего рода старт, подготовка к большому празднику. Задействованы в котором будут не только сотрудники редакции, но и читатели. Например, с завтрашнего дня начинает работу клуб юных журналистов. Объявляется конкурс «Нарьяна Вендер» в «Моей судьбе». Герои былых публикаций расскажут о том, как складывалась их жизнь после очерков. Кстати, о людях севера, уникальных, знаменитых и самых рядовых, со страниц газеты повествует Алена Людвиг. Она же Виктория Алешина в рубрике «Линия жизни». Я для себя решила, что, скорее всего, Алена Людвиг осталась в газете «Выбор.Нау». Эта страница перелистнута, история закончена. А в «Нарьяна Вендер» появился новый журналист Виктория Алешина. Это общая история для всех журналистов, когда просто берут имя и отчество и переворачивают. То есть, если я Алена Викторовна, то появилась Виктория Алешина. То есть, наоборот. Знакомить читателей с необычными, обычными людьми Алена начала давно. Сначала в Нарьянке вела рубрику «За стеклом». Потом печатала свои зарисовки и очерки в газете «Выбор.Нау». Я решила для себя, что рубрику «За стеклом» нужно возрождать. Но только просто уже на каком-то другом уровне, еще под другим названием. Чтобы был перекинут мостик между той Аленой Людвиг, которая сотрудничала с Нарьяном Вендер, и Викторией Алешиной, которая здесь работает сейчас. Вот. Ну и так появилась рубрика «Линия жизни». Лариса Торопова – один из старейших и опытнейших работников редакции. Ее первая публикация в окружной газете «Нарьяна Вендер» появилась 1 октября 1977 года, больше 40 лет назад. Лариса Николаевна курировала материалы о геологии жителях села и сколесила с редакционными заданиями весь округ. В принципе-то мы работаем довольно дружно, передавая друг другу свой опыт. Потому что, например, я знаю то, чего не знают девочки, да, юные, а они умеют то, чего я не умею. Например, современные технологии, вот я ими плохо владею, они всегда помогают. Ну и вот такой у нас сейчас коллектив. Окружная газета «Нарьяна Вендер» – это совместный труд журналистов-корректоров-ферстальщиков. Несмотря на преклонный возраст, старейшее окружное печатное издание идет в ногу со временем, покоряет интернет. Ее страницы в социальных сетях набирают подписчиков, а количество читателей электронной версии общественно-политической газеты округа за последние годы выросло более чем в три раза. Как читается наш сайт? Оказывается, читается и очень неплохо. До двух тысяч читателей доходит, в месяц бывают по 16 тысяч читателей. Это значит плюс к тем пяти, которые у нас сегодня есть, подписчикам, вернее семьям, а в каждой семье не по одному члену, мы можем смело добавить еще 10-16 тысяч. Однако интернет, вопреки всем прогнозам пессимистов, не конкурент свежий, только что вышедший из подпечатного станка газете «Нарьянку» печатают здесь. А вместе с ней еще много различных изданий, вплоть до глянцевых журналов, брошюр, открыток. В печатном цехе шесть человек. Например, цифровое оборудование, которое используют непосредственно для печати газеты, способно в час произвести до пяти тысяч экземпляров продукции. То есть четырехполосную «Нарьянку» печатают два часа, а четверговую – восьмиполосную весь день. Газета качественнее, чем в других регионах. Потому что у нас печатается на рулонных машинах, и там меньше качество на изображение идет, чем у нас она печатается на листовом, и тут уже идет более качественное, более фотографии качественнее выходят. Кстати, завтра газета «Именинница» выйдет с новой праздничной шапкой. Так называется титульная надпись. А в юбилейный год у газеты появится новый дизайн. Ольга Руслова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».